здравствуйте уважаемые друзья зрители моего канала с вами олег еврович в мастерской сегодня хочу дать ответ на один из вопросов который прозвучал комментариях под одним из моих роликов олег покажите пожалуйста как собрать зимнюю удочку для ловли подо льдом почему-то я всегда свои ролики снимаю в основном для более продвинутых рыбаков для профессиональных рыбаков для людей которые уже знают какой-то смысл в ловле на водоеме я всегда забываю ребята о вас начинающих так что не забывайте вы задавать свои вопросы в ваших комментариях я с радостью дам ответ на все ваши вопросы если у меня есть такая возможность так вот сегодня буду собирать самую простую элементарную удочку для ловли подо льдом ну что же приступим к сбору и давайте посмотрим как это все происходит и так на столе у меня стоят все составляющие части для того чтобы собрать их вместе и у нас получилась зимняя удочка и мы отправились с вами на водоем рыбачить удочку я взял вот такого недорогого плана модель удочки называется адамс сзади здесь все написано чем интересного такая удочка мне принципе понравилась сама ручка она сделана с неопрена довольно таки удобная хорошо сидит в руке принципе с ней будет комфортно себя чувствовать на водоеме когда на улице очень холодно в этой удочки есть своя катушечка вот катушка с трещоткой она крутится в разные стороны конечно очень некрасиво сделали здесь крепление самой катушки это простой саморез но мы сейчас говорим о недорогой удочки по большому счету на это внимание не стоит обращать вот есть подставка что очень удобно для зимней рыбалки есть вот такой педаль для того чтобы отпустить вашу трещоточку и катушка имела свободный ход по этой удочки есть вот такой хлыстик длина хлыстика 15 сантиметров это вставляем хлыстик удочку вот и практически удочка уже готовая в сборе также в комплекте есть вот такое кольцо это кольцо предназначено для того чтобы одеть его на конец хлыстик хлыстика вот пропустить леску и принципе я так понимаю это удочка создана чтобы ловить там на поплавочную удочку но сегодня я буду делать удочку на кивок в основном это для хищной рыбы более-менее это окунёк ёршик там судачок ну и некоторые другие виды рыб так что вот это кольцо я использовать сегодня не буду буду использовать вот такой кивок лавсановый кивок довольно таки чувствительный такой кивок мне понравился во-первых тем что он имеет вот такой яркий цвет что хорошо будет заметная поклевка на белом снегу даже когда вы удочку оставили заброшенную возле своей лунки а сами отошли в сторону в принципе вы сможете наблюдать за этим кивком теперь нам нужна леска как я сказал я собираю удочку по свой водоем возьму леску 0 10 миллиметров здесь у нас 50 метров вот заявлено здесь 1 и 7 килограмма на разрыв теперь наша задача еще подобрать нам мормышку мормышку я возьму вот такую скажу вам откровенно честно это очень хорошее качество мормышки от мормышка спаяна на мустатовском крючке на такую мормышку я ловлю уже наверное года три или четыре зарекомендовала себя очень положительно теперь моя задача выбрать с этой мормышки вот с ряда этих мормышек именно ту модель которая мне интересна для моего водоема и для моей рыбы соответственно вы сами можете подобрать себе любую модель мормышки подобрать вес мормышки под глубину вашего водоема соответственно есть течение или нет течения но давайте проще я возьму например вот такую мормышку вот с этого ряда же за и вот она мормышка которую я буду сегодня вязать к этой удочки ну что же все готово то есть по большому счету нам больше ничего не надо теперь нужно некоторое мастерство и чуть-чуть опыта для того чтобы собрать нашу удочку цепляем кивок так наверное будет проще собрать вот кивок входит плотненько это хорошо то есть крепление кивка как раз по диаметру подходит под диаметр нашего хлыстика это немаловажный факт находим конец нашей лески как всегда конец вот здесь закрученный его удаляем теперь наша задача пропустить леску в кольцо кивка дальше на вот этом кивок или сторожок называйте его кому как удобно есть вот такой кембрик тоже пропускаем сюда леску и пропускаем леску вот само крепление сторожка вот так на конце лески нам нужно сделать петлю которая будет хорошо держаться на вашей катушке соответственно не должно проскальзывать сначала мы вяжем вот такую петлю простую петлю вот таким узлом и затягиваем лишнее удаляем и так на конце у нас мы сделали затяжную петлю теперь эту петлю нужно протянуть в одно из этих колец которые находятся на катушке справа или слева мне удобно делать это с левой стороны я сюда вот так просит продеваю достаю петлю которую продел теперь подтягиваю петлю и запускаю вовнутрь леску получается как бы двойная петля затяжная вот так то есть у нас получилась хорошая удалка теперь эту удалку я надеваю на катушку надел на катушку и затягиваю леску затягивать нужно аккуратно не забываем о том что леска у нас зимняя и диаметр ее всего составляет 0 10 миллиметров теперь наша задача смотать вот эту вот эту леску полностью на катушку для чего мотать много лески всегда мотаю много лески для себя только для того чтобы у меня всегда был запас лески на всякий случай если я урву если я урву свою удочку на водоеме то ли зацеп то ли рыба урвет я всегда смогу течение пяти десяти минут отремонтировать свою удочку и она дальше продолжает ловить рыбу так что я вам рекомендую тоже так делать и так ребятка на матаю полностью леску на свою удочку мотаем медленно но аккуратненько прижимаем педаль трещотки и начинаем мотать ну вот и все намотали леску теперь мормышку для себя и для своего водоема вернее для своего водоема не для себя я подобрал вот такую овсяночку ну так видимо называют по народному такую модель мормышки вот оптимальный вариант модели для моего водоема для ловли плотвы ерша окуня ну и очень часто иногда про сказку проскакивать если попадешь на хорошую рыбалку карась не отказывается тоже от такой мормышки мормышка очень легенькая но как я сказал глубина моего водоема максимальная это три метра а в основном мы ловим где-то порядка от 5 от 50 сантиметров ну и до трех метров то есть вот такой вот такая модель меня устраивает в самый раз а вы выбираете ту модель которая вас которая подходит под ваш водоем если у вас глубокий водоем соответственно нужно более увесистую взять мормышку или например взять вольфрамовую мормышку то есть мормышку можно подобрать сейчас магазине их просто огромное количество ну и соответственно можете сами себе спаять мормышку на моем канале есть много видео как вы можете своими руками сделать замечательную мормышку которая будет ловить он хорошо рыбу но в данном случае мы будем делать все с магазинного для того чтобы вам было более доступно и понятно как это все происходит и так теперь наша задача привязать мормышку вязать мормышку ребята как всегда буду своим любимым способом и не изменяя ему уже 40 лет и так проводим леску в мормышку со стороны острия мормышки вытягиваем длинный кусок лески для того чтобы было легче завязать мормышечку теперь берем мормышку ставим на палец берем леску и мотаем вокруг пальца и мормышки минимум три раза намотали снимаем теперь кольца с пальца и проводим край лески с тыльной стороны в эти три кольца вот так и медленно теперь затягиваем леску при этом не забываем леску смочить и медленно но уверенно нужно затянуть вот и все на моем канале есть ролики как вязать мормышку или крючок лишнюю леску удаляем вот мы мормышку привязали привязали хорошо и надежно вот так будет мормышка вести себя в толще воды но не забываем что сюда мы еще подцепим конечно мотылька или опарыша или какую другую насадку наживили мотыля и выставить выставили глубину и начинаете рыбачить то есть принципе вот сторожок работает очень хорошо он такой чувствительный и будет показывать вам малейшую поклевку как только вы ее увидите то есть по большому счету ничего сложного в этом совершенно нету я скажу больше зимнюю удочку собирать очень просто вот и все практически удочка наша готовая в одном из следующих своих роликах хочу поделиться с вами вот такой интересной штукой конечно на камеру сложно это показать я назвал эту вещь когда она мне попала в руки произведением искусства и судя потому что я что-то немножко разбираюсь что можно сделать своими руками вот я увидел как вот такая вещь была сделана одним из моих уже знакомых ребят он делает это все своими руками это песня скажу вам откровенно у меня есть дома песня я держал в руках многие виды песни но вот такой я точно еще не держал никогда и самое главное что мне здесь очень понравилось вот такой наконечник песни но скажу вам больше если кому это будет интересно пишите в комментариях у меня есть две таких песни и они разные у меня появилось просто желание ребят с вами поделиться вот таким произведением искусства вот эта песня если не ошибаюсь называется цыганочка а это песня если не ошибаюсь вот с таким углом среза называется бабочка да вроде бы бабочка особенности этих инструментов я был удивлен что они очень легкие то есть соответственно с таким инструментом мы можем смело гулять по водоему длительный период времени и нам это будет совершенно не сложно на ручке песни есть паракорд для того чтобы ребята спасти свою жизнь на водоеме и спасти жизнь ваших друзей или просто утопающих которые не дай бог попали в лунку этот паракорд снимается в течение нескольких секунд с этого инструмента пока еще не знаю как но обязательно узнаю с вами поделюсь на конце ручки есть вот такие резиновые вставки что тоже очень удобно также есть вот такая петля где мы будем одевать на руку для того чтобы не потерять эту песню а вот в этой модели модели цыганочка интересно придумана вот такая вставка боковая я бы ее назвал так я понял для того чтобы можно было песню положить на лед чтобы она не примерзала и чтобы было удобно ее брать руками но одним словом ребят я надеюсь что в одном из следующих роликов я все-таки познакомлюсь с хозяином этих работ более тесно узнаю много тайн об этом инструменте и обязательно покажу вам на водоеме как вот такая песня будет танцевать на льду и делать наши лунки хотя бур у меня есть но тем не менее хотелось бы посмотреть на работу вот этого инструмента так что у кого ребята будут вопросы задавайте с радостью дам вам ответ если я точно знаю ответ на ваш вопрос и так уважаемые друзья зрители моего канала давайте подведем итог нашего видео урока сегодня вам показал как вы можете сами себе своими руками собрать простую хорошую удобную зимнюю удочку для ловли рыбы подо льдом то есть соответственно вы отправляетесь магазин приобретаете себе недорогую удочку или хотите можете дорогую приобрести это как позволяет у вас финансы приобретаете леску мормышки сторожок или кивок так называемый приходите домой и сами себе собираете удочку так которая вам по душе если вам повезет и вы на первой рыбалке увидели поклевку а еще поймали рыбу и это все происходило в хорошей классной компании я даю гарантию сто процентов вы останетесь и зимним рыбаком на всю оставшуюся жизнь так что удочку я вам показал как можно сделать также вас познакомил сегодня с интересным инструментом песня которая мне попала в руки попала в руки довольно таки я бы сказал случайно и я не мог пройти мимо для того чтобы вам моим зрителям моим друзьям не посоветовать вот такой интересный инструмент который который имеет право на жизнь и заслуживает уважение того мастера который делал вот такую штуку если мое видео было вам интересно поставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии также не забывайте поделиться моим видео вступайте в группу которая находится на страницах фейсбука ссылочка будет в описании под видео всем удачной рыбалки хорошего настроения с вами был олег еврович до новых встреч пока